Помимо заводского индекса, практически любая машина имеет прозвище. Сейчас это официальное название, а при СССР их давали сами автолюбители. ВАЗ-2101 ласково называли копейкой. Не за дешевизну, а просто потому что первая в серии, а остальные уже по этому же принципу именовали тройкой и четверкой. Конечно же, прозвище давали не только легковушкам. Вот о грузовиков мы сегодня и поговорим. Татарин, он же КАМАЗ. Помимо того, что КАМАЗ состоит в родстве с ЗИЛом, это еще и самостоятельный производитель. Расположено производство в набережных Чулнах, а они в свою очередь находятся в республике Татарстан. Отсюда и прозвище. ЗИЛ-133 в просторечии Щука. Практически неотличимый от 131 ЗИЛа, этот грузовик имел очень длинную базу в 9 метров и дополнительную ось. Средняя длина грузовиков Советского Союза тогда составляла 7-8 метров. Вот за эту-то особенность 133 и прозвали Щукой. Впрочем, называли его еще и крокодилом за морду. ГАЗ-66, он же Шишига. Странное название на самом деле происходит от первых букв в цифрах индекса. ГАЗ-66, ну а ГАА – это, возможно, сокращение от ГАЗ. Называли еще автомобиль полметра до смерти. Внедорожник часто работал в горячих точках и имел не самую безопасную компоновку кабины. Отсюда и название. Если провести опрос, то выяснится, что название Шишига знакомо людям гораздо больше, чем ГАЗ-66. КРАЗ-255Б, прозвали Лаптем. Настоящий вездеход, 6 мощных колес и полный привод дают возможность добраться, куда душа пожелает. Внешний вид, да и сама суть автомобиля, напоминала Лапоть. Так его и стали называть. Но были и другие прозвища. К примеру, за вред для здоровья водителя грузовик именовали Людоедом. Урал-375, Обжора. Известный многим грузовик использовали и в армии, и в народном хозяйстве. Имел бензиновый двигатель и расходовал очень большие объемы топлива. Обжора запросто сжирал до 80 литров на 100 километров пути. Что самое интересное, в документации расход закончился в 50 литров. За это его не очень любили, и следующую модель производитель выпустил уже с дизельным движком. А вы знаете еще какие-то прозвища грузовиков? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова